Спасибо, Аккуратно. Ну, может, мы сами задавались. Дело в том, что у нас достаточно большое количество людей с инвалидностью. Очень много для этого делается, но иногда потребности людей с инвалидностью не учитываются или поступает много жалоб на, казалось бы, комфортный электротранспорт, сделаны посадочные платформы, но люди с инвалидностью или люди маломобильной группы, это пожилые люди, люди с маленькими детьми, воспользоваться не могут. И проанализировав все эти жалобы, мы решили провести вот такой тренинг, который разработан Ассамблеей национальной людей с инвалидностью, который внедряется сейчас по всем городам именно для водителей электротранспорта. Сейчас разрабатываем новую программу перевозки пассажиров, нашу городскую, на основании вот как раз этих тренингов, на основании работы непосредственно с водителями, которые возят людей с инвалидностью, с пассажирами. Очень как бы доходчиво объясняют, плюс на практике показывают, люди приезжают к нам, мы их пробуем завести, вывести, помочь сесть. Я водитель и нас собирают, чтобы как правильно подъезжать к остановкам, как правильно помогать людям с ограниченными возможностями. И как правило нам говорят, а где написано, что нельзя курить на остановке, а где написано-то, что это место для... И приходится даже не просто делать значок, а еще и подписать. Спасибо. 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 Спасибо.